а ты мне уже с ним вот поэтому лучше сказать 1 апреля мы подали бумагу в отдел приема заявлений на Черном пруду мы совершенно четко указали цели нашего мероприятия прежде всего это расследовать деяния наших дожей Сорокина и Кондрашова разобраться с теми постановлениями которые принимает комиссии думские а и в общем-то создать общественный комитет который будет работать по принципу постоянного контроля за властью мне позвонили вчера сказали что никаких претензий к вашей заявке нет и сказали что все здорово но видимо умная мысля приходит опосля поэтому они просто переиграли мы получили бумагу по-другому не назовешь от госпожи Холкиной в том чтобы нам провести митинг на площади Горького лукава отказана она нам предлагает другие места проведения нашего митинга мероприятия здесь говорится о автозаводском ленинском и так далее районах ну а из Нижегородского нам как обычно показывает на катер герой хотя непонятно при чем тут катер герой и снос зданий разрушение нашего города и также конечно же пресловутая площадь Маркина хотя она совершенно на самом деле не приспособлена для этого что случилось здравствуйте добрый день объявляю в прошедшее время по поводу отказа на проведение митинга на площади Горького в защиту прав граждан против разрушения памятников архитектуры вот так ну и за проверку на доработы администрации которая по нашему мнению поступает в пол да да угу угу подачи вам представить сейчас ну да я не могу отойти вы меня простите я понимаю что я не выполняю требования сотрудников полиции но я считаю что это не требование а просьба с добрыми намерениями поэтому извините буду ждать более жестких шагов я считаю что я пока что действую в рамках допустимого а когда мне укажут что я действую в рамках недопустимого разумеется я подчиняюсь на площади Горького проводятся грандиозные массовые мероприятия празднования нового года вот совсем недавно запустили так называемые олимпийские часы народу было полно с баянами с гармониями и прочими атрибутами массового мероприятия поясняю дальше а значит что получается у нас заявлено 200 человек мы знаем прекрасно что при открытии олимпических часов да где была установлена аппаратура звукофиливающая затем помост трибуны присутствовало по сводкам 600 с лишним человек сами постановили что нельзя а сами проводят это насос правда это как бы если бы все офицеры ДПС ездили пьяными я считаю что если уже сказано что нельзя проводить массовые мероприятия то непозволительно абсолютно все проблема в том что они запрещены для всех граждан да, но иногда администрация позволяет себе собирать этих же граждан под своей гидой это место выбрано не случайно планы застройки как раз касается участка прилегающего и именно сама улица Горького которая по существу разделена этой площадью она сквозная как вы помните там на этом месте старанием господина были нагнаны бандиты а в то время органы полиции бездействовали закон о местном соуправлении мы знаем что как раз этот закон и переписывается всегда в угоду чиновников сами чиновники большого ранга не хотят встречаться не желают поэтому ничего другого не остается как просто провести акцию гражданского протеста то есть объявить голодовку это голодовка просто голодовка это не питье если вы не считаете мои права и потребуете от меня пройтись с вами разумеется я это сделаю никакой абсолютно доброй воли выполнять вашу просьбу нет да я понимаю что в 18.00 меня отсюда вышло ну да ну я уйду да вот я в 18.00 буду стоять у крыльца а в 10 часов когда буду закрывать Кремль я встану в Дмитриевской базе в 1.00 в 2.00 или в 1.00 и в 2.00 в 3.00 Вот уже, наверное, все ласки в САМА. Если идти от обратного, то тогда действительно голодовка является своего рода ультиматум к тому человеку, который не выполняет, допустим, заявление или выступает против идеи заявителя, или того, кто голодает, проще говоря. А здесь это совсем другое. Это не политический аспект. Сарокин начал с демагоги, разумеется, но в конце концов сказал, что очень горького придумали для того, чтобы на ней так радовались. А я ему сказал, что Алексей Максимович вообще мало написал, чего радостного. Вот, Алексей Максимович говорил о том, что народу тяжко живется, потому что народ не уважает, народ постоянно унижает и оскорбляет. Тут самые простые вещи, я ему говорю. Думаешь ли ты, что вот эта твоя акция, голодовка, может повлиять на эту администрацию, на то, чтобы они переменили решение по согласованию митинга? Ну, надежда, конечно, всегда есть, потому что не звери же там работают, в конце концов, и не люди, у которых вместо серого вещества куча бумаг. Конечно, я верю. Другое дело, что это моя позиция, я ее тоже должен утверждать. Таким поступком я по существу говорю, посылаю сигнал обществу, властям, что есть человек, что, может быть, и у него есть свое мнение, как и у многих других, и это надо учитывать. Ну, а самое главное, рациональный подход, наверное, здесь и не уместен. Так уж устроена история общества, что люди часто совершают поступки, мало подходящие под понятие рационализма. Надеюсь, что все-таки разум возобладает. Тем более, что вопрос-то ведь пустяковый на самом-то деле. Просто написать другую бумагу и разрешить небольшому числу людей собраться на площади Горького. Всего-то. Просто мне кажется, и, может быть, я даже берусь это утверждать, что администрация показывает свою вящую власть. Вот есть такое выражение. Именно вящее упрямство. Именно вящую непреклонность. Понимаете? И задается тогда вопросом, а люди ли вообще это? Извините, я не хочу двигаться дальше по этой мысли, иначе она перейдет все границы этического порядка. Я оставляю себе шанс, что администрация переправит эту унизительную бумагу. А так, значит, тогда я пойду в суд подавать исковое заявление. Это будет не первое заявление, и не первое, которое с совершенной определенностью выиграется нашей стороной. Оно будет выиграно, вернее сказать, да? То есть Холкина уже столько этих исков потерпела, столько уже на ней штрафов, и на Кондрашове, кстати, заметьте, это вроде бы уважаемый человек, ответственный. Но они платят штрафы и ухмыляются. Это очень некрасиво. И мне кажется, этот вопрос должны поставить депутаты на своем заседании. Если человек постоянно платит штрафы, даже если он платит штрафы за обыкновенные правила дорожного движения, за неправильную парковку, он же все равно может быть общественно порицаемым. Тем более в том случае, когда он занимает высокий должностной пост. Мне бы не хотелось выдавать какой-то гротесковый юмор, но мне кажется, администрация уже достигла основной своей цели. Она утратила доверие народа, и она утратила понимание народа. Утратила. Народ не понимает, чем они занимаются, чем они руководствуются, что у них на уме, и что они вообще думают о будущем. Я, разумеется, выйду на площадь 14-го, как говорил Галич. Можешь выйти на площадь? Помните? Я все равно выйду. А и в 14 часов. Заберут меня в милицию, не заберут в милицию. Это уже вопрос другой. А призывать кого-то поддержать мою акцию, я не имею никакого права. Каждый человек имеет свои обязательства. Перед семьей, перед друзьями. В конце концов, он не должен рисковать своим временем, своим здоровьем. Посещение опорного участка полиции не самое приятное. Каждый решает сам. Субтитры создавал DimaTorzok Вы Алексея давно знаете? Некоторое время, но имею к нему полное доверие. Имеете полное доверие. Если мы сейчас вместе с вами и с Алексеем проследуем опорный пункт милиции, и он вам прочитает уведомление, вы не против? Единственное, что меня интересует, цель нашего вояжа. Что? Цель какая? Зачем нам туда? Я вам вручу уведомление. Здесь вот хороший свет, мы сейчас зачитаем. Если вы можете посмотреть, в 50-100 метрах здесь находится опорный пункт милиции. А, опорный пункт. Ну, пойдем. Вы не задержаны. Нормально. Нет, а мне принесли шапку и варят. Вот с этого все и начинается. Сначала в опорный пункт, потом мы что-нибудь придумаем. На каком основании? Да нет никаких оснований. На основании Добрый Вольф. На основании... А вот сейчас узнаем. Просто выполняют прихоти Кондрашова и Сорокина. Вот и вся цель. Он им сказал фас. Они это выполняют. Ну и что, вы отвечаете равно за действия полиции, как отдельно, как и в группе. Вот и все. И если нет света в полицейском участке, это совершенно может быть причиной для того, чтобы не проводить определенные действия. Я скажу, что у меня на сердце, хорошо? Ну, мне кажется, стоит ответить на вопрос многих. А зачем, собственно, идти на такую непопулярную меру и, можно сказать, публичный выпад, голодовку? Ответить это сложно, потому что ответ каждый дает сам. Для меня лично, эта голодовка, еще один повод утвердиться для самого себя, что, в общем-то, нет ничего главнее свободы человека, нет ничего главнее добиваться свободы личности, его равноценности для среди равных, а вот в обществе. Удомляем вас, что проводимое вами мероприятие является публичным, то есть публичным мероприятием, тире, открытое, мирное, доступное каждому, проводимое в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, либо в различных сочетаниях этих форм акции, осуществляемые по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений. Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам, политической, экономической, социальной, и культурной жизни страны и вопросам внешней политики. Согласно статье 9 ФЗ РФ номер 54, время проведения публичных мероприятий, коим является проводимое вами пикетирование, не может начинаться ранее 7 часов и заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините, вам не по себе, по какой причине? Вы себя плохо чувствуете? У меня скачет иногда давление. Не обращайте внимания. Нет, но этому есть какая-то причина, и может быть я, если что... А хроническое не вы. Не я. Как вы можете повлиять на моё давление? Не замкнутое пространство. Нет, не замкнутое пространство. Ни в коем случае. Если вам не сложно, продолжайте. Вы находите в моей голодовке признаки массового мероприятия? Массового? Или даже пикетов? Массового или публичного? Публичного, вернее, да. Данные действия ваши, да, как голодовка и нахождение в общественном месте... Общественном месте. Да, в общественном месте. Просто ваше стояние и с табличкой на груди, как голодовка, да, вы ни к чему, я так вижу, не призываете... Ржимею. Причины своей голодовки тоже пояснять отказываетесь. Ржимею. Молча стоите и голодуетесь. Да. Квалифицировать их как пикет или пикетирование? Нет, я их так не квалифицирую, если вы об этом. Да, именно об этом. В данном случае, да, в данном уведомлении я вас предупреждаю о том, что если вы находитесь, да, вы изъявляете, да, свое, там, право, там, нахождение в любом месте, да, поясняете это голодовкой без каких-либо лозунгов, да, призывов и так далее. Пожалуйста, стойте. Вашему волеизъявлению никто не препятствует. И в данном случае это уведомление вам вручается только по одной причине, да, чтобы вы своими действиями ни в коем случае не совершили административный правонарушный. Мне трудно, наверное, сейчас сформулировать эту мысль. Одним словом, это, наверное, и не опыт. Это, наверное, может быть и не инструмент борьбы, во всяком случае, не в нашем Отечестве. Ну, это вот то, что можно сделать какими-то самыми обычными средствами и не добиваясь давления на власть. Потому что, собственно, сама власть показывает, что давление она не понимает. Ну, цивилизованного давления. Но уж как будут развиваться события в нашем городе, это время пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok